Анна Малышева, Анатолий Ковалев. Авантюристка. Отверженная невеста. Дату свадьбы назначит месть. Глава первая. Царев-человек, фальшивый изумруд и поддельный полковник. Ельник, что тянулся вдоль большой дороги, был настолько стар и гнил, что не нашлось охотника выкупить его у разорившегося барина. Суд отобрал его в казну. Лес было решено пустить на дрова, а вырученный от продажи дров суммой покрыть часть долгов. Об этом в первую очередь был извещен староста деревни Епифан Скотников, так как управляющий имением находился в бегах. Проворный немец, почуяв, что запахло жареным, прихватил последние денежки своего хозяина и был таков. Староста, щуплый на вид, дохлёхонький мужичок с жиденькой в три волоска бородёнкой пригласил к себе братьев Никитиных, местных деревенских лесорубов, и сказал им, лукаво прищурив маленькие наглые глазки, «Зачните рубить Ельникот не со стороны деревни, а зайдите с большой дороги». «А нам какая в том корысть? Две версты лишних по кочкам ноги бить!» Грубо оборвал старший брат Демьян, сильно недолюбливавший старосту за его оборотистость и хитроумие. Тот сужал земляков деньгами и мукой за безбожные проценты. «Нам не расчёт каждый день крюк давать! Домой и к ужину не поспеем, не то что к обеду!» Подхватил младший брат Потап. «Да вы, слушайте, от сперва, прежде чем ерепенится!» Скутников знал, что Демьян его прилюдно называет жидомором и кровососом, однако ничего до сих пор против него не предпринял, потому как побаивался. Старший Никитин слыл на деревне колдуном. Пустые языки трепали, будто он может увидеть прошлое и будущее человека, едва лишь на него глянув. Практичный и расчётливый Епифан Скотников не сильно росказнем верил, однако предпочитал не злить Демьяна. «Через три дня сюда приедет от начальства», — сообщил он, — «пригонят из управы приставов, начнут ельник отмерить да усчитывать». «А тебе-то чего? Твой он, что ли?» — всё ещё не понимал Демьян. «А вот чего!» — снова прищурил глазки Скотников. «У нас от Нони всего три дня, не более. Надоть свести дрова на двор лесничему Петру Селянину. Его изба как раз стоит тут на отшибе, у большой дороги». «Упрятать хош от начальства» — с презрительной усмешкой бросил старший Никитин. «Ясно дело», — подхватил Потап. В деревне его считали немного придурковатым, не имевшим своего ума. Лет ему уже было за тридцать, но до сих пор он во всём и всегда слушал и поддерживал старшего брата, и жил его мозгами. «А после продаст, а барышом поделится с лесничим». Обрадовавшись собственной догадке, Потап даже хлопнул в ладоши. «Небось, не впервой у барина воровать?» — всё больше злился Демьян. «Да уж, как липку бедненького обобралот!» — рассмеялся староста. «В одних подштанниках по миру пустил гуляти». Братья не понимали шуток и потому недоумённо переглядывались, внимая злодею. Отсмеявшись в полном одиночестве, Епифан Скотников строго посмотрел на Демьяна и, погрозив ему пальцем, сказал. «Ты мне это брось! Барин наш сам себя обворовалот картёжной игрой и прочими от соблазнами. Ему нони от тюрьмы никак не отвертеться. А намот, неповинным холопом его, придётся зиму без дров куковать». Староста сделал паузу, чтобы посмотреть на реакцию братьев. Демьян сохранил лицо неподвижным, а Потап, напротив, раскрыл от удивления рот, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова